Британский художник, книжный иллюстратор, дизайнер и преподаватель Джон Байм Листон Шоу Родился в семье судейской чиновников в Мадрасе, тогда это была британская Индия Происходит из старинного шотландского рода Семья вернулась в Англию в 1878 году и поселилась в лондонском районе Кенсингтон Интересоваться художественным творчеством началось еще в юности В 1887 году одна из работ Шоу была представлена Джону Вилту Милли Мастер рекомендовал 15-летнему юношу поступить для изучения живописи в школу искусств Цветовой Анны Здесь его друзьями становятся художники Джеральд Меткельф, также уроженец Индии Рекс Коул в школе Шоу знакомится и со своей будущей супругой Эвелин Пайк Нотт Я цитировал википедию переводную В 1890 году художник поступает в Королевскую Академию Искусств Академия получает ему в 1892, через два года после поступления, престижную премию Армитеза за полотно Суд Соломона В течение своей художественной карьеры Джон Шоу работает как масляными красками, так и акварелью Пастелью создает произведение графики, овладевает техникой изволочения Творчество его испытало сильное явление прерафаэлитов, в частности Рассетти Графические и акварельные работы Шоу неоднократно выставлялись в галереи Деут Сул Только с 1896 по 1916 здесь состоялось пять его персональных выставок Как иллюстратор Шоу оформлял произведения Броунинга, Шекспира, Бокача, Ходгара, Эдгара Пой и т.д. Другой важной в жизни Шоу сферы деятельности было преподавание В 1604 году он работает на женском отделении Лондонского Королевского колледжа А в 1910 совместно с Эксом Колом создает школу искусств Байема Шоу и Викет Ковала В ней Шоу ведет класс портретной миниатюры Здесь преподавала давняя знакомая художника Элеонор Портис Кью Брикдейл В 1899 Байем Шоу женился на художнице Эвелин Керлайс Юник Спайк Нотт Тоже известна как Эвелин Шоу У пары было пятеро детей, в том числе актер и театральный режиссер Глен Байем Шоу И историк искусств Джеймс Джим Байем Шоу Их единственная дочь Барбара вышла замуж за контр-адмирала Паксли Другой сын Дэвид, морской офицер, был убит в море во время Второй мировой войны В 1904 году, как театральный художник, Шоу был создателем костюмов для спектакля Герберта Бирбома «Три. Много шума из ничего» по Шекспиру Ассистировал также Эдвину Остину Эбби в декорировании одного из коридоров Весьминстерского дворца В годы Первой мировой художник создает многочисленные графические миниатюры и карикатуры, публикуемые в различных газетах Скончался вскоре после окончания войны во время эпидемии гриппа 26 января 1919 года в Лондоне в возрасте 46 лет Самой первой картиной Шоу заявил о себе как последователь эстетики прерафаэлитов Его мифологические и аллегорические полотна воспевают женскую красоту и чудо земной любви Шоу был также талантливым портретистом, многие плодотворно работал как книжный иллюстратор Вот так вкратце о британском художнике, книжном иллюстраторе, дизайнере и преподавателе Джон Байем Ристон Шоу Все, пока-пока, всем привет, смотрим работу Субтитры сделал DimaTorzok